Прошу, кто первый? Переводчик. Раз, два. Хорошо меня слышно? Чувателеме добре? Хорошо слышно? Супер. Замечательно. Как ваше настроение? Кто не улыбается, улыбайтесь. Это важно. Потому что в Библии написано, что-то в Библии это пишет. Всегда радуйтесь. А когда мы не радуемся, то мы ходим такие. Мы нравимся окружающим? Харесват ли они околоните? Когда мы ходим такие? Когато ходим. А себе нравимся в зеркале, когда мы подходим к себе? А не харесваме ли се вогледалото, когда мы подходим к себе? Поэтому, что мы всегда делаем? Радуемся. Как вы правим виноги? Радуемся. Я благодарю пару, которая выходила на сцену и сказала такое замечательное свидетельство. Я хочу начать тоже со свидетельства. Несколько лет назад от онкологии Бог исцелил мою маму. У нее был рак головного мозга. И мы приехали за ней очень-очень далеко. Она нас не узнавала и ходила под себя. Ей врачи сказали все, ну, конец, выписали умирать. Мы не знали, что делать. У нас были маленькие дети. У нас их трое. И кроме как помолиться, мы больше ничего не могли. На следующий день она нас узнала. Это если очень коротко говорить. Через неделю мама ходила. Через год ей сняли диагноз вообще. И она жива до сих пор. В полном здравии. Несмотря на то, что она алкоголик. Прямо сейчас она в репцентре. Она освобождается. Но с самого детства я жила в семье алкоголиков. И у меня не было будущего. И слово «совсем». Потому что папа был тоже алкоголик. Я жила в маленьком городе. И кроме как точно так же пить, как мои родители, я не знала больше, как жить. Но в пятнадцать лет Бог постучался. И накрыл с Духом Святым настолько, что я стал и сказал Бог, если я тебе така еще нужна, пью, курю, гуляю, то сделай со мной что-нибудь. Бог взял и Бог и я тебе дам все, что я написал в своем слове. У вас, у каждого есть ген владычества. И вы, владыки, над своей жизнью, над своей жизнью, ни на мужа, ни на ребенка, ни над другими людьми, над своей жизнью. И мы сейчас на это с вами посмотрим. Еще одно свидетельство о моей жизни. Бог постучался чуть-чуть раньше еще, в двенадцать лет. Но не просто так. Через болезнь. Он дал тоже такую болезнь, которая приводит к смерти. Это была проказа простым языком. Когда человек покрывается ранами и ничего не помогает. Врачи произвели руками. Мы не знаем, что делать. и через неделю еще опухоль под мышку. И тоже не знаем, что делать. Одна женщина сказала моей маме, пойдемте с ним помолимся. за детей. У меня был младший брат, у него тоже самое было. Кроме опухоли, освен тумура. И Бог через верующих показал, как ангелы пришли вытаскивают шприцом то, что есть под мышкой. Другим людям показал, что я в свадебном платье. Я их почти не слышала и не слушала. Я слушала Бога. Как ребенок. У меня не было другого выхода, как поверить. Нямах друг избор, освен да поверить. И опять я сказала Бог, если я нужна, сделай что-нибудь. Бог сказал в сердце ребенку, в сердце на детство, 12 годишно, опухоли отсюда выйдет через руку постепенно и уйдет в окно. Тумур от подмышниците и ще излезе постепенно чрез ръката и ще излезе през прозорица. В течение недели полторы опухоль перемещалась. Ладошка была как у хрюши. Я не могла сгибать ее. При том, что были раны на руках, которые гноились. Есть шрамы на руках? Опухоль вышла. У нас есть ген владычества. У каждого из вас есть ген владычества. Если мы сталкиваемся в нашей жизни совершенно любой проблемой болит голова, не устройство на работе. Меня не любит мой муж. Он меня не замечает. Жена меня не уважает. дети какие-то не такие как у всех. У нас есть ген владычества. Идем в тайную комнату и говорим Бог вот я изменяй меня. Не мужа ни детей вокруг меня а меня. Если я вижу где-то проблему как тупик нет выхода я опираюсь на нее я не стучу откройте я опираюсь на нее и делаю это опору моим Богом. Опираюсь на Бога и делаю шаг вперед. Потому что важно делать действия. Когда у нас есть ген владычества важно еще действовать. Важно говорить. Высвобождать Слово. Бог творил землю. Как словом. Он сказал Слово. У него был ген владычества и Слово произвело действие. Но он еще носился над водой. Он творил в голове. И все что он сотворил в голове он высвободил. это осуществилось. Что в вашей голове сейчас? Какой тупик сейчас у вас? На кого вы опираетесь сейчас? Что вы провозглашаете сейчас? Для чего вам ген владычества используете ли вы его? Вы знаете, что был такой ангел? Люцифер. Встроенные в него были музыкальные инструменты. И был лучший из лучших. Он прославлял, он поклонялся. У него был ген поклонника. Как он воспользовался этим геном? Как мы пользуемся нашим геном владычества? Давайте откроем Бытие 1 глава 26 глава. 1 глава 26 стих. Бытие 1 глава 26 стих. Я могу два стиха сразу прочитать? И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину. Прочитали? Окей. Хочу сказать женщинам. Вообще хотела говорить сегодня женщинам. Но свидетельство меня натолкнуло начать со свидетельства своего. Обаче нечто ме подбусне да започне со свое свидетельство. Почему? Потому что я работаю с женщинами. И у женщин есть одна странность. У всех. И заодно это еще и особенность. Данная Богом. Мужчина смотрит вперед. Мужчина гледа напред. У него есть цель. Он достиг он не обращает внимания на детали. Женщина по-другому. Она обращает внимание на детали. Часто не видя конечный результат. Ей надо все всегда украшать. Везде. на всякаре. Всегда. Винаги. И на себе. Бровки домиком. Веждички. М-м. Стерли. Нарисовали полосочки. И стрихме веждики, нарисувахме другие линии. Не, надо по-другому. Не, не ми харесва. Еще какие-то там придумали зигзаги себе. Опять не нравится. Куплю красную помаду. А теперь розовую. Платье ровное. Теперь клеш сделаем. Пусть висит пять. Я так буду красивее. Стоит мужчина смотрит. Зачем тебе это? У меня есть футболка. У меня есть туфли. У тебя пять красный, зеленый, черный. Зачем? Ей важно украшать. И она живет с мыслью «Мне недостаточно». Недостаточно. я недостаточно красива. Я недостаточно любима. Я недостаточно везде. Я боюсь идти на новую работу. Недостаточно я знаю. Я недостаточно умна. Женщина, у вас ген владычество. Вы им ген на владычество. Бог сотворил мужчину и женщину. Он дал ген владычество и мужчине, и женщине. Мужчина просто думает по-другому. У него есть цель. А у нас есть все. по-другому. Мы хотим вот это, вот это, вот это, вот это украсить, накрасить, и все равно недостаточно. Недостаточно. Но Бог создал нас по образу и подобию своему. Бог создал нас по образу и подобию своему. Мы каждая прекрасны. Мы каждая замечательна. У каждой есть свое призвание. У каждой есть предназначение. И Бог сказал и мужчине и женщине плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь. Зачем Богу было два раза говорить, чтобы мы плодились и размножались. Размножаться это дети. А плодиться это приносить плод. В Библии очень много написано мест писаний, которые говорят о плодах. А плод это наши дела. Это то, что мы можем дать. Это то, что мы можем принести. А что мы можем принести, если недостаточно? если я хожу угрюмый и возвращаюсь, я достаточный для лицам достаточно. Почему мы грустные? За что смерть жни? Если написано всегда радуйся, окупиши виноги нас радованы, в чем наша достаточность? Колени и достаточно ста. Бытие 2.18 Бытие 2.18 глава 18. стих И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему. Помощника. Я не знаю, как у вас, возможно, у вас такого нет. Но женщина способна улучшать все и везде, как я уже сказала. обаче жените са способны да подобряют всичко и навсяк или как то казах вече. И она старается улучшить сама все в своей семье. Мой глава недостаточно хорош. Он забил гвоздь не там. Он тумбочку поставил не там. И ведет себе как маленький. он ребенок. У меня не трое детей. У меня четверо детей. Что теперь делать? Недостаточно моя семья счастливая. Я возьму все в свои сильные руки. Я становлюсь сильной. Независимой. иду вперед. Но при этом почему-то опять недостаточно. И не совсем счастливая. Потому что я хотела чтобы мой муж был мужественный. А он ребенок. А я кто должна быть? для чего меня Бог создал? За что Бог мой создал? Быть кем? Помощницей. А что это я должна? Помогать, а не идти вместе или впереди? Он же не понимает. Я ему объясню. Я ему расскажу. Я ему покажу. Вопрос как? Вопрос знаете ли вы такое выражение? Знаете ли следний израз? Что жена шея, а муж голова. Возможно женщинам это поможет. Муж это голова. Он слушает Бога. Он не такой эмоциональный у него как-то все по полочке. но иногда очень хорошо будет шеей. Потому что она что делает? Крутит головой. Но делает это очень аккуратно. Она не свирает голову. Она крутит ей. Давай вот так попробуем. Давай вот так попробуем. вот так. Она делает это аккуратно. Она не кричит и говорит это неправильно. Это не так. Ты не такой. И все я сделаю так как я хочу. Шея делает аккуратно. Потому что знает что есть слово. А слово сказанное имеет свойство действовать. Как мы часто говорим вы наверное не говорите. Но многие люди говорят на детей не очень хорошие слова. Такие как ты не такой как все. сидите как дети а ты простите дебил. У тебя не выходит это. Посмотри Петя играет на фортепиано. А ты заладил барабаны до барабаны. А ты вообще танцевать хочешь. Вот давай футболом займемся. и мы постоянно что-то хотим исправить. И мы постоянно чем-то недовольны. Н что наши слова производят в наших детях. Что наши слова производят в наших мужьях. Что наши слова производят в нашем сердце. Но сначала рождаются мысли. Мысли заходят в сердце. Делают нам мусорное ведро. Мы начинаем невкусно пахнуть. Потому что маленькое семя делает огромное дело. Есть закваска. знаете? Как делается закваска? Берется молоко. Маленькое семечко. Закваски. Ложится в большую тару молока. И вот это маленькое заквашивает все. И происходит то, что происходит. если мы в нашем сердце не убираем вот эти маленькие нехорошие семечки, оно заквашивается и превращается в не очень хорошие вещи. когда мужчина думает, что женщина немножко не такая как он, почему ей надо десять платьев? Почему она ходит на маникюр? Почему она делает об украшении опять о достаточности? ей почему то все всегда надо доделывать, переделывать, обновлять, украшать. А у него есть цель. И здесь могут возникать конфликты. И важно понимать, что мы одно целое, но мы разными. И если мы сеем семечко нехорошее, оно превращает в такую закваску, которая может в наше сердце поселять нелюбовь. Мой муж меня не любит, моя жена меня не любит, и начинается конфликт. Важно понимать, что мы разные, но мы оба одни. у нас есть ген владычества. Если у нас происходит в семье конфликты, мы приходим к Богу и говорим, где я? Где я? Что ты сделал не так? Где я не услышала? Где я не увидела? Где я не досмотрела? Где я не повернула? Очень важно говорить, но вопрос как говорить? Вопрос как говорить? Мы будем раскрывать в среду на тренинги. Как общаться с друг другом? В каком ракурсе и что как правильно говорить? Как быть прекрасны по-настоящему? Прежде всего для себя. Знаете, в Библии есть местописание. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Там есть две части. Возлюби ближнего своего. Мы всегда обращаем на него внимание. Потому что чтобы не было проблем я должен любить ближнего своего. Вторая часть стиха говорит как самого себя. Здесь возникает проблема. Потому что часто мы себя не любим. Как? Что мы едем? Когда мы едем? Куда едем? На ночь? Побольше? Повече? Бургер. Кока-кола. Сколько мы спим? Или все пожертвуем отдам детям? А сама останусь голодной? Разные ситуации. Но кто разрушит храм сей, того покарает Бог. Он и если мы не любим себя таким образом, то мы не любим ближнего тоже. Мы будем относиться к нему не с любовью, а из позиции надо. А ближний, пусть это будет муж. но мне его надо любить. Но я ему приготовлю. Но я ему постираю. с таким лицом. с подобным лицем. Но его надо любить. Надо. Треба. Я люблю. Но подхожу к зеркалу. Мешки под глазами. Синяки под глазами. Ноги кривые. Кривые с микраката. пузо торчит. Боже, как это можно любить? А Бог сотворил по своему образу. По своему подобию. И сказал ты, дочь моя, я возлюбил тебя. И дал тебе ген владычества. Тебе что-то не нравится? Поднимайся. Тебе не нравится твой живот? вставай. Четыре километра. Живот пройдет. У тебя болит желудок? Ты молишься? Я молюсь, да, Господи, каждый день молюсь. Исцели Бог мой желудок. Бог каждое утро исцеляет желудок, а мы даже не можем почувствовать это. не даже не можем дать этого за что-то как бургер кока-кола. Он исцелил, а мы накормили. Они его хранили. Бог мужу дает любовь, потому что он молится в тайной комнате. Бог дало любовь нам за что-то моля в тайной стая. А мы проснулись утром. Подошли к зеркалу. Боже, какая страшная. И пошла на кухню. Есть хошь. И Бог такой дал мужу любовь. И муж опять смотрит на него. Господи, я же его полюбил. Стали утром, далее сутрень мы встаем, женщина с вами. Ну, к примеру, в 6 утра. Идем в комнату, в которой нет никого. Если у вас маленькая квартира, идите в туалет. Ванна или баня. Включаем наушники, чтобы никого не разбудить. Задан не забудем никого. Идем к Богу. Закрываем глаза. Поклоняемся. Прям Господь, Господи, как я тебя люблю. Спасибо тебе, что ты дал мне длинный нос, что ты дал мне такие ноги, вот именно такие руки, а еще ты дал мне призвание, и ты меня так любишь, и я просто счастлива. Помоги мне себя полюбить, помоги мне себя принять, и вы точно увидите, как Бог вас обнимает, говорит, что вы прекрасны, вы великолепны, потому что Он Творец. Он каждого человека сотворил по образу своему. Бог некрасивый, Бог сильный, Бог всемогущий, Он Владыка, и Он сотворил каждого по образу и подобию и Он сказал владычествуй тем над рыбами, над птицами, над всей землей, обладайте ей, кроме мужа, кроме детей, кроме людей, владычествуй над всем, над обстоятельствами, над тем, что есть в тебе, но не над мужем, не над женой, для мужчин тоже, и не над детьми. Спросите, что они хотят, дети, что хотят, не вы для них, а не для себя. Это важно. Ген владычество. Когда у нас низкая самооценка, и мы не любим себя, и мы думаем, что Бог сотворил кого угодно по своему образу, но только и не меня. Мы превращаемся в Кайна, потому что Каин убил Авеля, Каин убил Авеля, потому что Каин убил Авеля, из-за низкой самооценки, потому что он сравнивал. Бог обратил внимание на него, то, что он принес ему жертву, и призрел Господь на его жертву. Призрел и обратил внимание. А на меня внимание не обратил. Он не спросил у Бога, почему. Он начал смотреть на Авеля и сравнивать себя. Смотри, какая у белая рубашка красивая. А прическа какая? И волосы красиво уложены. А ей не такая. что сделать? Может убить? Я тогда лучше буду. А что он красивый, а я нет? Может Бог призрел, потому что он лучше меня? А если его не будет, тогда буду только я. для кого мы хотим быть? Кем мы хотим быть? Для чего мы хотим быть? В чем мое призвание? В чем мое владычество? И мы часто очень боимся двигаться вперед. Это работа не для меня. Это служение не для меня. Это действие не для меня. Я боюсь. Вы знаете, я родилась в семье алкоголиков. И когда я была подростком, я как и все ходила в школу, в маминой шубе, в папином шарфики, шарфшала на баштами, бабушки на сапоги. Как вы думаете, как у меня было с самооценкой? Вы все учились в школе и знаете, как относились к таким детям, другие дети. И когда учитель вызывала отвечать, даже если я учила, я вставала и говорила, я не готова, потому что я стеснялась, чтобы на меня кто-то смотрел, а еще и говорить. И буду сидеть тихонечко, приспой двойка, но я не буду обращать на себя внимания. Я боялась говорить. Я боялась выражать свои мысли, потому что когда-то закрыли рот. Те же подруги и друзья, которые на музыке говорили тебе только в туалете кричать занято голосом. Хотя я пела хорошо. очень хорошо. Я так думала. Потом 17 лет вела прославление. Когда была в церкви, когда Бог сказал «Ты мое дитя, ты можешь. Я тебе дал все. Возьми, пользуйся. У тебя есть ген владычества. Хочешь поменять, начни действовать. Я боялась говорить. Уже на протяжении трех лет мы ездим по семинарам, по конференциям и говорим. Я говорю со сцены на 700 тысяч человек. Потому что Бог дал ген владычества. Он сказал «Ты дочь моя». Он сказал «Ты сын мой». И ты можешь все. у у тебя есть болезнь? Приди ко мне. Все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Ты переживаешь? Приди ко мне. Исайя 41.10 На экран можно Исайя? 41.10 Чтобы я долго не искала. Не бойся, что Бог говорит. Не бойся. Я с тобой. Не надо смущаться. Ты красив. ты замечательный. Вот с теми ушами. Вот с тем носом. Вот с теми руками. С метр 55, как у меня. Я не метр 70, а хотелось. Я на каблуках. Иногда спасают. Но ноги так болят. Не бойся, ибо я с тобой. не бойся, что-то ас с тебе. Понимаете, сам Бог, он с тобой, он за руку тебя держит. Он говорит, я с тобой, пошли, я тебя поведу. Идем, не бойся. Я укреплю тебя. И помогу тебе. И поддержу тебя. хочешь, на руках понесу. Но только сделай шаг. Что нам надо сделать? Нам надо сделать шаг. Нам надо сказать, не ныть, я не могу, мне не получится. Я не умею. Я не умею, не знаю. Я недостаточно. Умна, красива. умна или красива. Муж меня не любит. Посмотри в зеркало. Улыбнись. Будь жизнерадостным. Вы помните песню? От улыбки станет всем светлей. улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе ни раз еще вернется. От усмивка дагато ще се усмихни. Она к тебе вернется. И ако се усмихнеш на други, усмивката ще ти се върне. Мы смотрим в зеркало. Наш муж, наши дети, наши миши, наши деца. Очень часто наше отображение. Если я пойду к переводчику, как вас зовут? Аня. Буду на вас так смотреть. Сейчас я просто сейчас весела. Когда родитель подходит к своему ребенку, что чувствует при этом ребенок? где я накосячил? Что я сделал? Что не так? Я опять наверное не такой. Может и волосы выросли, грязные начинают сразу искать. Мы отображаем себя в нем. И муж тоже. Мы выходим с комнатой. Меня еще любишь? Убий не мертв. Вот такую стрёмную. Долгого грозного. Но я толстая. Я не красивая. не красивая. Как ты можешь меня любить? Или даже если у нас есть лишние килограммы после родов. Коль, ты посмотри, какая красота тебе досталась. Меня же Бог создал. Ничего, побегаю, меньше стану. побегам, что я намаляю. Достаточно. Нас достаточно. Нас не сме достатъчни. Бог сделал нас именно такими. Бог не направил такива. Дал талант. Дал способности. И власть. Он дал ген владычество. И дал власть. Луки 10 19. Лука 10 это глава. 19 стих. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов. на змей и на скорпионов. Сейчас услышьте свое сердце. Что в вашей жизни сейчас? Змея. Скорпион. Скорпия. В вашей жизни какая сейчас есть трудность? Просто подумайте. Просто помислите. как вы можете на нее наступить? Что вы конкретно можете сделать, чтобы наступить на нее? Боюсь идти? Что делать новое? Бог сказал не бойся ибо я с тобой. Я возьму тебя за руку, я тебя поведу, я тебе покажу, я тебе открою, у тебя есть все, у тебя есть ген владычество, говори словом, провозглашай, у тебя все получится, ты все можешь, ты сильный, потому что я твой Бог, и я держу тебя за руку, и я с тобой, мы сможем. Что в твоей жизни змея? Что в твоей жизни скорпион? Псалом 90, 11, 13. Псалом 90, глава, 11, 13, стих. Ибо ангелом своим заповедую о тебе, храня тебя на всех твоих путях. На руках понесут тебя, да не предкунешься ногое камень. На Аспида, на Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Зачем нам ген владычество? Мы живем на земле. Там был лев. Попирать будешь льва и дракона. А мы знаем, что на земле дьявол ходят как рыкающий лев. А там написано льва. Попирать будешь льва и дракона. Дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он находится в процессе все время. Он хочет поглотить. И когда я такой, я недостаточно. Кривые ноги, неправильные руки, выросли не оттуда. Я не такой. Бог, я не умею. Я не хочу. Я не могу. И тут дьявол. Рыкающий лев, он какой? Он сильный? А мы боимся льва. В животном мире. Он сильный? А Бог сказал, что попирать будешь льва и дракона. В тебе есть власть. В тебе есть сила. И когда ты со мной, и когда каждое утро приходишь ко мне, я беру тебя за руку, я говорю, ты мой, ты моя, ты сильный, в тебе есть власть, в тебе есть владычество. Еще и я стою рядом с тобой. Как ты можешь бояться? Я на руках тебе понесу. Хочешь? Только скажи слово. Да, Бог, я могу. Я маленький шаг сделаю, хорошо? Получилось. Два можно? Давай, ты можешь. Сделал два. Ничего не произошло. Теперь делай десять. Бог с тобой. Потому что Бог сильный. Бог живет внутри тебя. но пока мы в хаосе. Пока мы бесконечно думаем, 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 думаем. Кого изменить? Как изменить? Куда бежать? Зачем бежать? Мы находимся в суете. Пытаемся найти ответ. Ответа нет. Бог ты где? Где си? Бог ждет. Потому что мы не слышим. Потому что мы сами. Потому что уши закрыли. Бежим. Закрываем уши опять. Опять бежим спрашиваем Бог ты где? Я тут пытаюсь что-то делать. У меня ничего не получается. Дети не воспитываются. Муж опять гвозди не забил. Мусор не вынес. Не побрился. страшный стал старый некрасивый некрасив а че он такой? За что я так а я как а я рядом я смотрю на него поглеж его я глажу его я люблю его я общаюсь с ним каждый вечер уделяю ему много времени говорю что он тоже красивый мужчины вам важно чтобы ваша жена говорила что вы класс гордилась вами мужчины женщины услышали а женщине важно говорить что она самая лучшая потому что она бесконечно все украшает и она думает что она недостаточно но ее так Бог создал женщина перегибает палку бесконечно все украшать и думать что она недостаточно помогите ей говорите ей каждый день что она красива она перестанет быть недостаточной потому что будет слышать от вас что она хороша ген владычество во всем в семья в отношениях в работе воспитание детей у вас есть ген владычество над своим сердцем делайте шаг вы прекрасны вы здоровы вести здраве вы сильны и вести сил не на этом я закончу потому что муж меня только что приключил и что-то может будет кричать аминь 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 я разошла аминь аминь